Картинки из недавнего прошлого Там свободы сестры По горло На силу к вам собрался Собирался, собирался, наконец-таки У вас, душа моя Ну, как живут мои векселя? Чай, скучают? Сорок им был в августе, а теперь уже декабрь Как вам нравится подобная аккуратность? Кому-кому, а уж служащему по финансам Следовало бы быть аккуратнее Пардон, извиняюсь Что вы? Помилуйтесь, мы забылись Там по векселям моим Приходится, кажется, тысяч триста До процентов, если я не вру Тысяч двадцать с хвостом Так? И, к себе, конечно, мы перепишем, душа моя Иван Гаврилович А вот как быть с процентами? Ей-богу, не знаю Сейчас уплатить их вам я не могу Так их оставить тоже неудобно Вы, голубчик, бухгалтерию знаете лучше меня И знаете все эти тонкости Как быть? Очень просто Векселя мы заменим новыми А проценты вашества припишем капитальному долгу Вы великий моншер Ну-с, теперь вторая просьба Жилая моя купила себе маленькую дачу Эдакую ферму, знаете ли С рассрочкой на три года Завтра, душа моя Представьте, сорок платежа До зареза уже 44 тысячи Я знаю, вы мне не откажете, дорогой мой Но вот одно только неудобство Здесь, в Скопине Кроме вас, никого нет у меня знакомого Кто подпишет мне бланк? Это действительно важно, вашество? Мы вам найдем бланка надписателя Иван, поди сюда Входит сторож Иван Подай чаю, говорит ему Рыков Давай, подпиши его с того бланка Бланк подписывается И довольный господин Презентует Ивана двухгривеном Заседание с Копинской думой Рассматриваются годовые отчеты банка А Рыков сидит рядом с головою Нам, господа, нужно выбрать Кассира банка Говорит голова Рекомендую к Кичке нам Человек честный и порядочный Отсутствующие не могут быть избираемы Говорит Рыков Подозревающий в Кичке Нечеловека вредного А где же Кичкин в рации? Шепчутся друг с другом Голосные переглядывающие Нет, что его нет Нету Он так устроил, что Кичкину Понадобилось из города уехать Рельсы смотреть И повестку ему вручили В тот самый раз Когда он на поезд садился Егер шельма Афанасова споил Ивана подкупил Егора в кабалу взял Отчеты эти самые Положим Рассматривают Да для чего и глядеть Один смех только Жульничество А вы, господин Потише Шепет Чуйка с красным носом И в новых сапогах Гармоникой По всем признакам Клевре Трекова Сами должны А такие слова говорите Я один должен Все должны ему Все и молчите А че ты, господа Я полагаю утвердить Беспрений Говорит голова У банки все обстоит Благополучно А ежели газеты и пишут То сами знаете Газеты на то И созданы Духом нечистым Что бы лжу Бессовскую Волю девчать Нахожу все верным И обстоятельным Никто ничего Не желает возразить Семен Петр И Иона Хотели бы возразить Но каждый из них Должен по тридцать тысяч В таком разе Предлагаю Продолжает голова Выразить нашу благодарность Игорь Рыкову За отличное ведение Банковых дел Благодарим Благодарим Рыков кивает головой И уезжает В освоясе Почтовая контора Патчмейстер Перов Получающий Ежемесячно От Рыкова 57 рублей Беседует с просителем В скопине Патчмейстер начальства Что вам угодно Два месяца тому назад Я посылал письмо В редакцию Нового времени И письмо Это оказывается Неполученным Могу ли я узнать О судьбе этого письма Потом Я не получил 41 номер Вестника Где помещены Корреспонденции Из скопина Клуб тоже не получил Этого номера Прошу не облагачиваться Третьего дня Мой знакомый Не получил Добостей Где тоже Есть корреспонденция Из скопина Потом Не можете ли вы Объяснить Где то мое письмо Которое я послал В июле В Москву В редакцию Курьера Оно Представьте Тоже не получено Теперь уже Три часа И прием Всякого рода Корреспонденции Прекращен Приходите завтра Антон Павлович Чехов Картинки Из недавнего прошлого Читал Джахангир Абдулаев 4 ноября 2022 год Ну а сейчас Переходите К прослушиванию Других Аудиокниг Кликнув На одну Из четырех Ссылок Указанных На видео На одной Ссылок Вы также Можете Обнаружить Уже Прослушанную Вами Аудиокнигу Но уже Без музыкального Оформления Приятного Прослушивания